Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ход реализации президентских указов, подписанных два года назад, президент страны Владимир Путин обсудил с членами российского правительства. Майские указы сейчас являются главным ориентиром для чиновников всех регионов страны. Ведь в документах сформулированы цели, которые нужно достичь властям в ближайшие годы. Ненецкий округ на фоне всей страны смотрится весьма достойно. В некоторых отраслях указы уже выполнены на 100%. Образование, культура, ЖКХ и медицина. В указе президента затронуты все области, которые относятся к понятию «социальная». Одна из главных целей программы – повышение зарплаты бюджетников до средней по региону. Так, например, в управлении культуры округа результат почти достигнут. Основная задача ее не просто повышать, просто ради повышения зарплаты. Идея в том, что нужно улучшать качество услуг в сфере культуры. Человеку должно быть интересно приходить в учреждение культуры. Соответственно, должна повышаться эффективность работника. И вот за эту эффективность ему нужно платить достойную заработную плату. Большинство граждан считают, что указ президента – это очередная федеральная программа, итоги которой никак не отразятся на жизни простых россиян. Но на самом деле документ создан с одной единственной целью. Единственная цель – повышение качества жизни россиян. Это качество связано не только с ЖКХ, не только с здравоохранением, не только с образованием и социальным услугой. В регионе удалось ликвидировать очереди в детские сады для детей от 3 до 7 лет. В сфере ЖКХ тоже хорошие показатели. Аварийного жилья в округе становится все меньше, а очереди на новые квартиры потихоньку досокращаются. Однако вместе с тем проблемы остаются. Причем общероссийские. Нехватка среднего и младшего персонала в области медицины. Это признает и министр здравоохранения страны. Майские программы направлены на решение этой проблемы. Важнейшим направлением программ является устранение сформированных десятилетиями кадровых диспропорций, проявляющихся прежде всего в избыточной концентрации медицинских работников, в стационарах крупных городов и дефиците кадров в амбулаторном звене, особенно в сельской местности и удаленных районах страны. По майскому указу в стране заработали еще ряд социально значимых программ, которые должны коснуться каждого жителя России. По словам заместителя председателя правительства Сергея Приходько, принят закон об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации, цель которого – поднять уровень социальной защиты нуждающихся и обеспечить индивидуальный подход к каждому гражданину. Еще одним майским указом стал указ о сухопутных территориях арктической зоны, которые отнесли наш округ. Это значит, что государство начнет активно инвестировать важные для нас социальные проекты, в том числе строительство дорог. Мы должны сделать всю необходимую мобилизацию всех наших ресурсов, экономических сил, которые сегодня у нас есть, сделать полную мобилизацию с тем, чтобы округ был готов к началу освоения арктических территорий. Все задачи, которые поставлены в президентских майских указах, должны быть выполнены при любых обстоятельствах. Как отметил председатель правительства Дмитрий Медведев, это вопрос доверия к власти и вопрос жизни миллионов наших людей. Владимир Томилов, Олег Итанзейский, Денис Лихтанский, Телеканал «Север». Вопрос строительства жилья в квартале по улице авиаторов рассмотрели на заседании строительного штаба. Были приняты решения об обеспечении микрорайона связью, энергетикой и дорогами. Особое внимание было обращено на систему водоотведения ливневых стоков. Также обсудили вопросы начала строительства нового шестисекционного дома на принципах государственного частного партнерства. Еще один вопрос был посвящен типовым проектам, применимым для строительства в поселениях Заполярного района. Участники заседания решили обратиться к жителям округа с просьбой высказать свое мнение. Какие, на их взгляд, проекты строительства, реализованные в последнее время, были наиболее удачными, а какие неудачными? Округ находится в ожидании ледохода. Его голова развивается в 640 километрах выше Наринмара. Это участок Уляшево, Усть-Лыжа, ниже по реке Закраины. Подвижки в Усть-Цильме от вскрытия реки Ижма. Ледоход проходит на уровнях немного ниже средних. В Усть-Цильме уровень воды составляет 520 сантиметров. Рост за сутки 49 сантиметров. Закраины – подвижки. В Йормице рост воды составил 29 сантиметров. Вода на льду. Бокси на уровень воды – 185 сантиметров. Рост – 13 сантиметров. Закраины. Тем временем пассажирские суда Юрий Рассихин, Ясавей, Пустозерск готовятся к выходу в рейсы. Подготовку проходят и два быстроходных катера. Каждое судно «Баренц» может перевозить до 12 пассажиров и развивать скорость до 60 километров в час. С этого года быстроходные суда будут совершать рейсы до Великовисочного, а не до Каменки и Нельминоса, как было ранее, благодаря увеличению емкости топливных баков. Остальные пароходики будут курсировать по прежним маршрутам. Расписание движения пассажирского речного транспорта уже утверждено. Сформированы и команды, которые будут работать в предстоящую навигацию. Всего плавсостав составляет 9 человек. Это три команды. А в небе над Наринмаром побывал американский путешественник, да еще и на советском Ан-2. Арт Мардвит, так зовут гости из США, мечтал о взлете именно на этой машине многие годы, с тех пор, как увидел нашу Аннушку у себя на родине. Чтобы пролететь на ней лично, американец отправился в Россию. Побывал в Петербурге, затем продолжил поиски на Крайнем Севере, где и осуществилась его мечта. Олег Хатанзейский поднялся в небо вместе с путешественником, чтобы узнать, чем Ан-2 покорил заокеанского гостя. 40 лет назад, получив образование в Америке, молодой педагог улетел на Аляску. Там Арт Мардвит понял, что преподавание совсем не его и начал учиться на пилота. Спустя несколько лет американец получил удостоверение летчика, позже отправился на маленьком самолете в путешествие по миру. Очередное для Арта стало особенным. Он исполнил давнюю мечту. Да-да, готовимся. Ну все, сейчас прогонку сделаю, и машина будет готова. Внимательно и с осторожностью Арт осматривает винтокрылую машину. На память фотография самолета и тех, кто дал путешественнику этот уникальный шанс взлететь в небо и пускай лишь в качестве пассажира на Ан-2, который внесен в Книгу рекордов Гиннеса, как единственный самолет, который выпускается больше 60 лет. Для американского пилота это первый полет на русском Ан-2. Он, не скрывая, говорит, что подобные машины хотел бы иметь у себя в Аляске. Ведь за свои 65 он испробовал множество самолетов и назвал именно этот уникальным и неповторимым изобретением. Арт с трудом подбирает эпитеты, чтобы описать всю мощь и великолепие советского самолета. Впрочем, на вопрос, хотелось бы сесть за штурвал Аннушки и попилотировать лично, американец отвечает не раздумывая. Да, конечно. Шум двигателя, хоть и громкого, ему приносит удовольствие. Легкость набора высоты и вовсе поражает американца. Летит даже с огромным количеством груза. Арт, подумав, добавляет. Я очень благодарен русским людям за то огромное гостеприимство, с которым они встретили меня здесь. Полет на Аннушке вдохновил Арта на дальнейшие подвиги. Путешественник, у которого за спиной 6 тысяч часов налета за штурвалом, собирается отправиться в Омск, затем в Новосибирск и Камчатку, чтобы посмотреть, как и на чем летают там. Олег Хатанзейский, Александр Усачев, Телеканал «Север». Смотрите далее в нашем выпуске. Как поднять окружную медицину на достойный уровень? Об этом сегодня говорили в терапевтическом отделении окружной больницы. О будущем людей в белых халатах расскажем буквально через минуту. «Вечная память». Окружная полиция выпустила книгу о тех, кто внес весомый вклад в развитие ведомства. И расскажем о тех, кто представил наш округ на Дельфийских играх. А самое главное, с какими результатами ребята вернулись домой. Новая пристройка появится у окружной больницы. В ней разместится самое большое отделение – терапевтическое. Об этом на встрече с медработниками заявил первый заместитель председателя окружного парламента Анатолий Мяндин. Он встретился с персоналом отделения «Международный день медицинских сестер». Сегодня в терапевтическом отделении работают 12 медсестер, которые помогают пациентам на всех стадиях заболевания. Однако этого количества не хватает. На одну медсестру приходится около 40 больных вместо 15 положенных. «Никто к нам не едет. Нужно жилье. Вот эта пристройка, о которой говорим. Будет расширяться отделение. Вопрос медицинских сестер все равно встанет». Первый заместитель председателя собрания депутатов Анатолий Мяндин предложил решать проблемы в комплексе. Планомерное решение по кадровому вопросу и пристройка к зданию позволит жителям округа получать медицинские услуги, не выезжая в Архангельск. «Я так полагаю, это два пути. Продолжать это обучение, увеличить количество обучающихся в целевым направлением в вашу кружевую больницу. Плюс приглашать со стороны». Профессиональный праздник на рабочем месте отметили сегодня и в поликлинике Заполярного района. По мнению врачей, на плечи медсестер ложится до 80% всей заботы о больных. Поэтому их называют правой рукой врачей, верным помощником пациента и представителем самой гуманной профессии. Валентина Чибичек продолжит. «Так, не-не-не, никто не обижает, никто тебя не обижает, никто тебя не обижает. Да, все хорошо». Любовь Филипповна медицинская сестра уже как 25 лет. 14 февраля 1977 года выпускница медколледжа с красным дипломом покинула родной украинский город и поехала на север. С этого дня любовь к профессии не угасает, а растет с каждым пациентом. В год через ее добрые руки проходит до 2000 человек. Половина из них – дети, самые сложные пациенты. «Вот особенно на Тубус-Кварц, там надо носик, попробуй усади годовичка или того меньше, чтобы он голову держал в одном положении. Нет, мама держит, папа держит, санитарка помогает. Я это, я держу. Вот это самое сложное. А так, в общем-то, но зато очень быстрый эффект, меньше детки на больничных находятся, легче и тут выздоровление». Благодарности и письма любимой медсестре пишут часто. Результаты проделанной работы для нее – лучшая награда. Впрочем, все 36 работниц поликлиники Заполярного района заслуживают благодарности и внимания. «Самые главные две вещи находятся в ваших руках. Две бесценные вещи – это здоровье и жизнь человека». «Хотел бы напомнить, что во всех делах на фронте, ведь раненая всегда кричала сестра, сестричка. Сестричка вытаскивала с боя». С развитием медицинских технологий растут и сами работники. Сегодня каждая медсестра умеет работать с компьютером, в сети интернет и на современном оборудовании. «Медицинская сестра сейчас работает не просто пишет на бумажке, и она может работать в электронной истории болезни, заполняется от талона, выписывает лекарства, рецепты. Все это развивается, поэтому работа становится сложнее». По словам главного врача поликлиники Заполярного района, для медперсонала созданы необходимые условия работы. Оборудованы кабинеты, современная аппаратура и обучение раз в пять лет. Создатели многолетней истории органов внутренних сил региона внесли в Книгу почетом. В ней почти 20 фамилий ветеранов, большинство из которых службу начали нести со дня образования, тогда еще окружной милиции. Спустя почти 15 лет он все такой же офицер, но уже спортивный, шутят его сослуживцы. В милиции Владимир Поневник, сейчас он директор спорткомплекса «Старт», отработал три десятка. До сих пор помнит те дни в деталях. «Мы, находясь в кабинетах, сами себя отапливали дровами. Тогда еще парового утопления не было. Не одна, только машина была на весь отдел. Ну тогда в отделе было где-то человек 36-37 вот так вот». В Книгу почета управления внесли его и еще 18 человек, некоторых посмертно. Это все те, кто создавал и продолжает создавать историю органов внутренних дел. Уникальный сборник готовили несколько месяцев. «Работали в архивах, работали с родственниками наших сотрудников, собирали информацию под крупицам». На этом список вошедших в первую книгу почета не закончился. Впереди у правоохранителя огромная работа. Необходимо еще раз просмотреть и изучить историю своего управления, чтобы не был забыт ни один ветеран. «В перспективе на эту книгу войдут еще ряд ветеранов, которые почетны для нашего управления с точки зрения большого вклада». Книга памяти будет находиться на специальном постаменте в главном здании полиции Ненецкого округа. Полистать и почитать ее сможет любой желающий. Олег Хатандейский, Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Привет из космоса получили участники церемонию открытия 13-х Дельфийских игр. Экипаж МКС поприветствовал талантливую молодежь, которая со всей страны собралась в Волгограде. В честь нашего округа защищали победители и призеры регионального фестиваля художественного самодеятельного творчества «Молодежная весна-2014». Дельфийские игры этого года рекордны и по количеству участников, и по числу номинаций. Их в этом году было 29. Проходят они в целях выявления и поддержки одаренной творческой молодежи России. Это масштабное мероприятие, которое каждый год на несколько дней объединяет самую талантливую молодежь страны. Жительницы Наринмара Дарья Ребедай и Ирина Вокуева представили Ненецкий округ в номинации «Эстрадный вокал». Ребята, которые занимаются в Гнесинке и в музыкальных училищах, когда у нас спрашивали о том, что как вы вообще занимаетесь, там учитесь на вокал, мы говорим нет. И все с такими глазами, как это нет. Но выступили на очень высоком уровне, то есть не сказать, что мы чем-то отличались от других. Инесса Хатанзейская из «Села Несь» выступила в номинации «Художественное слово». Девочка прочитала отрывок из произведения Константина Полстовского «Бакинчик» и басню Крылова «Ворона и лисица». На чтениях Инессу заметил режиссер драмтеатра из Кирова. Он предложил приехать на конкурс чтецов в ноябре. Мы не прошли финал, но я не огончаюсь, потому что это как бы опыт для нас большой. Творческие руководители девушек отмечают, что детям из нашего округа нужно чаще выезжать на подобные конкурсы, чтобы приобрести опыт. Уровень-то у нас всё-таки не ниже. То есть надо всё время пытаться, пытаться себе показать и стремиться к этому всем успеху. Дельфийские игры следующего года предположительно пройдут в Воронеже. Представителей нашего округа мы узнаем, как обычно, по итогам ежегодного фестиваля «Молодёжная весна». Надежда Литкова, Денис Лихтанский, Телеканал «Север». На этом выпуск новостей завершён. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на «Севере». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова